Площадь у Дворца Республики сегодня вновь стала отправной точкой для многотысячного марш-протеста. От здания, где временно заседает парламент, многотысячная колонна двинулась по знакомому кольцевому маршруту. Мимо Министерства иностранных дел по центральной улице столицы госрезиденции президента. Противников коллекционной власти с каждым днем все больше и яростнее народное недовольство. Устали жить с такой властью. Нечего кушать. Пенсионеры умирают, все плачут. Нету дров, зима. Вот мы устали и вышли на этот митинг. И этот, надеюсь, не последний. Пока они не уйдут, мы не остановимся. За Молдову! Я хочу жить по-человечески. Вот поэтому я сюда и пришел. Хочу правительство отправить в отставку. Настал момент спросить себя и спросить другого. Кто мы такие? Что мы хотим? Народ больше не может жить в этом режиме, в этой системе. Долой режим, правительство в отставку, скандировали участники марша. Им угрожают, их пытаются запугать, но гнев народный, твердят люди, уже не подавить. Надоела воровская власть, надоела распродажа Молдовы. Смена власти, только смена власти. Заезженные обещания про достойные пенсии, новые рабочие места, успех европейских реформ, пыль в глаза народа. Коалиционная власть возомнила себя выше ценностей морали и закона. И теперь не скрывает, какие истинные цели преследуют. Они хотят превратить молдавский народ в рабов. Они лишают детей школ, чтобы дети были безграмотные. Обокрали нас со всех сторон, со всех боков. Нас уже так прижали, что нам жить невозможно становится уже. Неужели они не патриоты своей родины? Неужели они не видят, что... Они ее продают. Правильно, они продают родину свою. Правительство продажное. В конце концов, мы жили же лучше. И мы стремимся к этому. Революция! 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 Устали от этих властей. Уже невозможно это все терпеть. Становится только хуже и хуже. Мне кажется, очень символично, что эти власти так и не смогли зайти в законные здания президентурии и парламента. Им бы в цирке заседать с такими законами. Мне ничего не устраивает в этой власти. Абсолютно ничего. Это одни воры и больше никто. И они должны сидеть в тюрьме. Дело в том, что нынешняя власть незаконно пришла к власти, незаконно удерживает власть против воли народа. И хуже всего то, что они совершенно не заботятся о людях, совершенно не заботятся о стране. Планомерно разваливают экономику, социальную сферу. И под угрозой уже территориальная целостность и даже государственность Молдовы. Поэтому люди возмущены и требуют досрочных выборов. Надо, чтобы люди пришли к власти, которые действительно заботились о людях, о гражданах, о простых гражданах, обеспечили работой. Народ должен быть у власти. Народ дальше не может терпеть того, что творится, издевательства над людьми. Маленькая пенсия, маленькие зарплаты. Посмотрите, что делается в селах. Люди стонут, плачут. А это о чем говорит? Говорит о том, что правительство не думает о народе, не думает вообще о государстве, не думает о Молдове. Вернувшись на площадь, участники протестного марша продолжили скандировать свои требования к властям. Эмиссия! 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 Э его самоотставкой, мы найдем, конечно, основания для того, чтобы потом, во время всеобщего народного трибунала, помиловать его и отправить его не дальше в речан. Коррумпированные чиновники должны ответить перед законом, скандировали участники протеста, требуя досрочных парламентских выборов. Продолжение следует... Жозгуверно! Жозгуверно! Тут люди, которые ежедневно страдают, которым не хватает ежемесячных пособий даже оплатить коммунальные услуги. Есть еще такая страна в Европе, в которой коммунальные услуги за месяц стоят дороже, чем средняя ежемесячная пенсия. Да нет такой страны. Да мы самая нищая, самая коррумпированная, самая несчастная страна на этом континенте. Мы с вами сегодня делаем историю, и каждый из вас, уходя отсюда, должен унести с собой частичку ответственности за то, что происходит в этой стране, за будущее этой страны. И отнести эту ответственность до конца, для того, чтобы больше не допустить к власти таких манкуртов, которые сейчас заседают в парламенте и в правительстве. Жжем гуверну! Митинги протеста у Дворца Республики, где временно заседают народные избранники, продолжатся и в следующий четверг. В 9.30 народ Молдовы вновь соберется здесь, чтобы предъявить властям свои требования. Главный законодательный орган рассмотрел вот ум недоверия, который партия коммунистов выдвинула к обмину Юрия Лянко. Поводом для отставки правительства стала скандальная сделка, в результате которой государство утратило мажоритарный пакет акций в Банкаде экономий, а также сдача в концессию Международного Кишиневского аэропорта сроком на 49 лет. Однако Лянко решил не отчитываться по конкретно заданным темам, а предпочел говорить о европейской интеграции, о предстоящем вильнюсском саммите, а также критиковать прежнюю власть. Республика Молдова была на пасе коллапс, изолатой в мире и пленой в датарии. Дефицитный пакет был имен, и экономия царей была в плене падение. То есть Европа говорила о Молдове как о стране эшуат. Сегодня мы имеем бакет эхилибрат, мы увеличили пакет, мы успеем стабильность и экономика экономики, Депутаты от ПКРМ заявили, что в выступлении премьера не были отражены темы «вотума недоверия». Подчеркнув, что в конкурсе демагогов Лянко занял бы второе место, поскольку первое по праву принадлежит его партийному шефу. Господин премьер-министр, я вас поздравляю. Вы на конкурсе демагогов займете второе место. Потому что первое занимает ваш руководитель партии, господин Филат. Относительно соответствия европейскому вектору высказались нормальные ребята. Посол Германии, посол Соединенных Штатов, посол Европейской комиссии здесь. Вы это должны обязательно переживать, проглотить и больше никогда не говорить о европейской модернизации Молдовы под вашим руководством. Второе. Господин премьер-министр, я понимаю ваш опыт дипломата, а не хозяйственного. Не хозяйственника, не экономиста. Вы, конечно же, не знаете, что инфраструктура включает в себя в том числе газификацию, электрификацию, шашам и эти партии. И вы получили маштинирию, так называемую, 96% газифицированной страны. Конечно, Молдова тогда пользовалась своими деньгами, кое-что занимала. То, что вы сегодня рассказываете нам всем, что вы имеете безграничную финансовую поддержку, я надеюсь, что вы и ваши товарищи по мажоритарному большинству, которые вас сегодня крышуют, знают, как называются те, которые любят за деньги. Слушания проходили по сценарию, четко спланированному парламентским большинством. Кроме абстрактного отчета Лянко, председатель парламента Игорь Корман вновь ограничил время для обсуждения. Для раунда вопросов и ответов он отвел всего час. Вместе с тем, члены правящей коалиции попытались заблокировать депутатов от ПКРМ. Выстроившись по 10-15 человек у микрофонов, депутаты от ДПМ, ЛДПМ и партии либерал-реформаторов принялись задавать Лянко удобные ему вопросы, которые абсолютно не касались темы вотума недоверия выдвинутого оппозиции. И получали такие же удобные ответы. Более того, Юрий Лянко всячески пытался затянуть ответы на вопросы коллег по правящей коалиции, предоставляя слово членам кабинета министров. Однако депутатов от ПКРМ интересовали конкретные ответы на конкретные вопросы. К примеру, почему стоимость акции Банка деэкономии за три года снизилась в 30 раз. Прето, costоли пьяцэ, акцийнолиор бэнчи и экономии за три года снизилась в 30 раз. Де ла 150 леи актиунеа пын на 5 леи актиунеа. Пентру актиуне. И банка а фост практически встраината с 5 леи пентру актиуне. Капитализация бэнчии, в нашу периаду, в которой говернат дуне мастер, а снизилась в 10 раз. И ла цирка 1 млрд леи пын на 120 млрд леи. Д�а тѕт, тут говернат ду�ц tes,endar уж юникі тер кhen wiem Sarёд Set, ар ноо ацнrophyот explicit, applause позаці, говернат дуамялот дуне, џотron практича іәољу, начељуљуђља мастер гомерац Inv carbon jailумаљуја, ревцат материља, господnamentул говернат, ътљуђ љољу. В третий раз в зале, а сфарат банка, а сфарат миллиардов рублей. На эти вопросы Юрий Лянко предпочел ответить абстрактно, мол, эти вопросы уже обсуждались в парламенте. Как подчеркнули депутаты-коммунисты, сдав в концессию Международный Кишиневский аэропорт, власть упустила возможность модернизировать второстепенные аэропорты и потеряла контроль над главным воздушным узлом страны. Представители ПКРМ потребовали объяснений по этому поводу. Страна заинтересована, чтобы в ней было много транспортных узлов. Я задаю вопрос. Абсолютно новый, неиспользованный аэродром в Кагуле. Никогда он в советское время был построен и так и не использовался. Военный аэродром в Маркулештах. Гражданский аэродром в Бельцах. Почему эти аэродромы не были рассмотрены как элементы транспортной системы для организованных так называемых транспортных пулов? Когда вы говорите, что концессия Кишиневского аэропорта увеличит количество рабочих мест на 10 тысяч человек, или сколько вы там сказали, когда вы говорите, что это будет гостиничный комплекс и так далее, пассажиры едут через транспортные пулы, чтобы быстрее самолет сел и улетел дальше, а не останавливаться в Кишиневе жить. Это глубокое заблуждение. Поэтому я бы хотел все-таки получить ответ. А изучалась ли вот эта вся система? И почему то, что самое лучшее в Кишиневе, надо было отдать кому-то? Конкретного ответа на вопрос со стороны премьера так и не последовало. Поскольку на парламентских слушаниях по вопросу Банка деэкономии и сдачи в концессию международного Кишиневского аэропорта депутаты-коммунисты так и не получили у вице-министров ответа на вопрос, кто ответственен за эти две скандальные сделки, сегодня они обратились с тем же вопросом к премьеру. Он готовился идти сегодня конкретно по вопросам двум. Аэропорт и Банка деэкономии. Какие, тем более, что тренировку они прошли на слушаниях. Было ясно, что будут заданы вопросы. Какие организационно-распределительные документы правительства были приняты в связи с этим? Никаких. То есть правительство бездействовало и своим бездействием крышевало процесс, который начался не сегодня, а в 2010 году. Второй вопрос у меня конкретный очень на основании закона о правительстве, который говорит в статье 2, части 3, что правительство обеспечивает коллегиальность и личную ответственность членов правительства в процессе разработки, принятия и реализации решений. Чиний персонал есть респонсабель для схемы Кубанка деэкономии и схемы Аэропорту Луи. Как заявил Лянко, правительство работает коллегиально, а значит и отвечать будет коллективно. Как заявил независимый депутат Михаил Годя, Кабмин Лянко не имеет права спрятаться за вотумом недоверия и должен ответить за содеянное. Кабмин Лянко, правительство обеспечивает коллегиально, и не будет учитывать. Хотьи на национальной уровне являются так в стране, как и в ходе. Не будут учитывать и даже учитывать. Если мы сегодня отнимем этот гуформ, мы стернем с буретами пациентов. Существует моменты в истории в которых ошибки не будут приниматься и не должны создать условия для этого, чтобы они дадут. По словам Олега Рейдман, правительство, как говорится, палец-палец не ударила для сохранения банка деэкономии, А значит, повинна в утрате государством мажоритарного пакета акций. Поэтому чиновники Кабмина Лянко должны понести соответствующее наказание. 3 октября, коллеги из правящей коалиции, вы проявили себя настоящей крышей в процессе утраты государством значительного имущества. Сегодня же, коллеги, если быть честными самими перед собой и перед людьми, перед избирателем, мы обязаны признать, правительство повинно вне сохранения порученной ему народной собственности и уже за это должно нести политическую ответственность. А кое-кто и ответственность уголовную, административную, дисциплинарную и так далее. Как заключил депутат от ПКРМ Григорий Петренко, Кабмин Лянко нужен был лишь для того, чтобы провернуть сделки с Банком Диэкономии и Международным Кишиневским аэропортом. Они выполнили свою миссию, а значит, должны уйти в отставку, подчеркнул депутат. Сегодняшняя дискуссия показала, что избрание правительства Лянко нужно было исключительно для одного. Раздеребанить Банк Диэкономии и продолжить распил государственной собственности. Господин Лянко, господин Лазар и другие, ваша миссия выполнена, кража состоялась. Об этом говорит не только оппозиция, об этом говорят иностранные дипломаты, аккредитованные в Молдове. Об этом говорят представители международных финансовых организаций. И они вам говорят это в лицо, открыто, и вы об этом прекрасно знаете. Никогда еще в Молдове не было такой позорной бандитской исполнительной власти. Вы войдете в историю республики Молдова, как самые настоящие негодяи, жулики и воры. Повторюсь, ваша миссия выполнена. С вашей помощью уже украли Сбербанк и аэропорт. Уходите сами. Дайте стране шанс. Дайте возможность стране свободно вздохнуть. Мы будем голосовать за отставку правительства. Далой правительство бандитов и воров, коалицию бандитов и воров. Лянка и Ладуба. Тем не менее, правящая коалиция сохранила правительство, обвиняемое в экономических преступлениях. За вотом недоверия проголосовали лишь 36 депутатов парламента. Парламентская фракция коммунистов подала новую резолюцию о выражении вотума недоверия правительству в связи с проводимой им политикой разделения Молдовы. Текст документа с парламентской трибуны зачитал депутат Григорий Петренко, который отметил, что на протяжении 2013 года правительство Молдовы настойчиво проводило политику дезинтеграции страны, начатую в период, когда Юрий Лянко занимал должность министра иностранных дел и европейской интеграции. Политика, проводимая премьер-министром Лянко, еще больше отдалила перспективу реинтеграции страны, создав к настоящему времени реальную угрозу эскалации ситуации и в результате утрату республикой части своей территории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Создание границы внутри территории суверенного государства Молдова наносят ущерб процессу урегулирования. Продолжение следует... 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 общественного телерадио. И во всем этом нам, конечно же, понадобится поддержка ЕС, и мы искренне на нее рассчитываем. Воронин заявил, что после возвращения коммунистов к власти необходимо будет вместе с европейскими структурами навести порядок в молдавской юстиции. В последние четыре года прокуратура и все судебные институты работают в интересах определенных людей, поэтому их рейтинг среди населения гораздо ниже рейтинга президента страны, заявил Владимир Воронин. Но тут возникают непростые вопросы. Как и каким образом добиться реформ на этом направлении? Как избавить судебную систему и органы прокуратурного надзора от подчиненности преступному миру и телефонному праву? Нам не хватит компетентности и способности разрешить эту проблему в одиночку. Тут нужен и общеевропейский опыт, и правильная диагностика происходящего. Я считаю, что в наличии острая необходимость провести в Молдове серьезную экспертную европейскую конференцию на тему коррупции в Молдове и захваченное правосудие. Только таким способом открыто в заинтересованных дискуссиях и творческом диалоге можно двигаться к поставленной цели. В завершении встречи с европослами Владимир Воронин выразил убеждение, что эти направления партнерства будут включены в повестку дня в отношениях Молдовы с Евросоюзом, которая должна исполняться вне зависимости от того, в каком направлении движется Молдова. На восток или на запад, в Европейский Союз или в Таможенный Союз. Я считаю, что этот демократический подход к будущему страны органично впишется в истинно европейские идеалы, заключил Владимир Воронин. Под предлогом европейской интеграции Республика Молдова оказалась на грани банкротства. Нынешнее правительство пообещало народу золотые горы. Но с началом европейской интеграции граждане стали свидетелями лишь рейдерских атак и невиданных за 22 года независимости грабежей. Об этом заявила на специально созванной пресс-конференции группа священнослужителей Бельского и Фалежского епископства. Как говорят представители духовенства, при поддержке Евросоюза Молдова фактически дошла до порога кладбища. Из страны массово уезжают люди. В Молдове сложилась критическая демографическая ситуация. Повсюду царят нищета и коррупция. А при либерализации визового режима Молдова вообще может превратиться в обезлюдившую территорию. Как заявили священнослужители, то, что когда-то не удалось сделать даже варварам, сегодня под лозунгом европейской интеграции с успехом внедряется действующим режимом с помощью, цитирую, экономического, демографического, миграционного и антиморального оружия. По словам священнослужителей, сегодня такие ценности как семья, духовная жизнь, совесть превращены в позор. Будучи презираемы в Молдове. На прошлой неделе парламент отменил административное наказание за пропаганду нетрадиционных отношений. Эти изменения, считают священнослужители, позволят гомосексуалистам проводить парады, манифестации, в том числе в школах, и создадут предпосылки для возникновения иных отношений, таких как однополые браки. Как заявил Максим Гузун, действующие молдавские власти, мало того, что не желают прислушиваться к мнению своего народа, так еще пытаются силой подавить протесты тех, кто выступает против навязывания западных пороков в молдавском обществе. Как это произошло в прошлую пятницу, когда депутаты-коммунисты остановили атаку полиции на протестующих православных верующих, среди которых были женщины и дети. Академия 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 Как заявили священнослужители, в ходе встречи священников Бельской и Фалежской епархии, которая состоялась 11 октября, была подписана совместная декларация, а также объявлена о запуске масштабной кампании «Молдова на пороге кладбища. Сохраните Молдову». Епископство предложило конкретные меры по повышению демографической ситуации в стране, а также прекращению массовой миграции из республики. Кроме того, в декларации молдавское духовенство призывает всех православных страны молиться за то, чтобы у тех, кто сегодня находится у власти, просветлели умы, и чтобы осквернение духовных ценностей нашего государства было остановлено. Председатель ассоциации «Молдова-Мя» Федор Гелич, которого задержали по подозрению в торговле людьми, уже шесть дней как ничего не ест и не пьет в следственном изоляторе, где его содержат. Эту информацию в ходе пресс-конференции представил старший сын активиста Сергей Гелич. Он сообщил, что его отца больше не держат ноги, постоянно кружится голова. К тому же его не могут навещать родственники или друзья, а лишь адвокат. Федор Гелич отказывается и от медицинской помощи. Он написал обращение к народу, в котором выразил свою точку зрения по поводу задержания. Письмо, написанное от руки, зачитал сын Федора Сергей Гелич. Провели обыски дома, на работе, взяли все документы, относящиеся к АО «Молдова-Мя», которые служат доказательством вышеизложенным о законности нашей деятельности. Я опасаюсь, что документы, разоблачающие полицию, могут исчезнуть бесследно. Обращаюсь к вам в письменном виде, потому что чувствую себя очень плохо. И могу не успеть вам все рассказать и участвовать в судебном заседании. Я утверждаю, что сфабрикованное дело против меня – ничто иное, как политический заказ. Могу с уверенностью заявить о том, что главные заказчики моего ареста – это Владимир Филат и министр МВД Ричан. Могу заявить, что я всегда жил по закону чести и совести. Я не совершал никаких преступлений и действовал в интересах беспомощных людей. Объявленная мною голодовка – это единственная возможность защитить мою честь. Старший сын активиста заявил, что Ассоциация Молдова-МЯ занимается законной деятельностью. И через нее собирались средства для детей, которые болеют сколиозом, раком и другими тяжелыми заболеваниями. Волонтеры организации не занимаются попрошайничеством или другой нелегальной деятельностью, которую инкриминируют Федору Геличу. Сергей Гелич заявил, что абсолютно ясно – дело в отношении его отца было сфабриковано по команде экс-премьера, председателя ЛДПМ Владимира Филата. В свою очередь, глава либерал-демократов никак не прокомментировал эти обвинения, а напротив, занял очень жесткую позицию в отношении ситуации, в которой оказался его бывший коллега по партии Федор Гелич. Продолжение следует... В конференции принял участие и экс-министр безопасности Анатолий Пулгару. Он заявил, что дело сфабриковано и носит политический характер. А Филат должен осознавать, что ситуация может кардинально измениться, подчеркнул Пулгару. Филат точно знает, что Гелич не способен на такие вещи. Филат должен осознавать, что это и о верниоте. И председатель Центра по поддержке и защите прав российских соотечественников Валерий Клейменко заявил, что дело было сфабриковано, чтобы убрать Федора Гелича из активной общественной жизни. Комментируя декларацию Филата по поводу ареста Гелича, Валерий Клейменко заявил, что экс-премьер уже вынес и вердикт в этом деле. Грубо нарушил и Конституцию нашей страны, и в целом закон. Эти вещи мне представляются недопустимыми. Гелича посадили для того, чтобы он не смог эффективно доказать свою невиновность в этом, с моей точки зрения, пока фабрикуемом против него деле. Поэтому, конечно, для всего нашего общества это еще одна проверка на нашу зрелость гражданскую для всего общества и для власти. Либо мы и дальше будем идти по пути правового беспредела в нашей стране, либо мы все-таки попытаемся следовать общепринятным, признанным демократическим нормам. Федор Гелич арестован на 30 суток. Стоит отметить, ранее он предвидел, что на него заведено дело из-за его деятельности и публично высказанной критики в адрес властей, в особенности в адрес Владимира Филата. Ассоциация Молдова МЯ намерена обратиться к международным организациям. По данным ассоциации, 88 волонтерам удалось собрать более 90 тысяч шлеев за два месяца для поддержки десятков детей с проблемами со здоровьем и неимущих людей. Субтитры создавал DimaTorzok